Я поздравляю Енисей. Енисей выиграл заслуженно, потому что лучше играл в защите, прежде всего, агрессивнее, активнее, с большей самоотдачей, поэтому выиграл. Мы сегодня безобразно отыграли на подборе, проиграли 19 подборов, если столько проиграешь, конечно, там тяжело эту игру. Скажу, что, конечно, это начало немножко так оно подломило, потому что когда был рисунок игры, когда мы играли, столько легких мячей не забили из-под кольца своих позиций, что, наверное, хватило бы на других там 5 игр. Я поздравляю моих игроков на победе. Это большая победа первой в истории над командой Уникса. Что могу сказать? Сказать, что мы в последнее время тоже не были у нас три игрока Рича, Громика и Смигина в составе команды, но это, что важно, что эти главные игроки в последние 7 дней нормально тренировали Даудел и Джеферсон. Так что у нас было силы тоже. Это видно, что игроки, которые тренируют, у которых нет травмы, что у них хороший, большой прогресс. И Киканович, и Зайцев, и Куджомкин, сегодня самый важный игрок, потому что он играл без защитки, играл хорошую защиту, играл и в нападении. И так осталось силы даудела, чтобы он на концу могло закончить игру, чтобы не было проблем с результатом. Тогда это для нас. Каждая победа важна, специально над командой уровня Евролиги, какая Уникс. Спасибо, если что расскажем, спасибо болельщикам за поддержку за целый сезон. Я не был, но последние три месяца. Тогда это все, что могу сказать. Мы еще интересуемся по поводу Громыха, Смигина и Рича. До конца сезона они выбыли? Я не знаю, это вопрос для доктора, но я думаю, что не будет. По моему, лучше и дать шансу молодым игрокам, чем Ричу, которые практически не тренируют от Владивостока. 18. и сегодня 12. и 13. и сейчас будут выходные два дня, практически 15 дней без тренировки. Я не знаю, что это вопрос для доктора, но в этом моменте тоже не знаю ситуацию с Громиком, с Смигином. Это сложная ситуация, поэтому надо сделать обследование. Это все, что могу сказать. То есть Солочев и Станиславчик отправятся на выездные игры? Я думаю, что они будут. Не сто процентов, но я думаю, что они будут на последние две игры с Спартаком и с Маром. У него видно, что он игрок экстра класса. Он игрок, который сам может победить другую команду. И он в прошлом году играл очень хорошо в триумфу. Бил сам лучший игрок ПБЛ чемпионата. Но когда я здесь 60 дней, он больше 30 дней не тренировал. И тогда это нормально, что он играет. И это сегодня было 50% возможности Джефферсона, как он может играть. По какой причине, как вы считаете, он на все 100% не играет? Не может, потом без тренировки не может играть. Нет силы у него. Это проблема. Нет силы у него. Нет силы играть хорошо и защиту, и нападение. И там несколько раз, когда он начал введение, нет силы у нога от Джефферсона. Так что если он будет тренироваться в следующей игре, он будет все лучше, но жалко, что это такой не из сезона. Спасибо большое, что победа еще раз. Спасибо большое.